здравствуйте это опять я со своим телефоном вот решил ответить не знаю подписчики они пользователи канала я не знаю как правильно это называется я не такой молодой чтобы в этом разбираться к сожалению может быть вот там валерий трущников я его знаю не лично по интернет пространству когда-то мы на форумах общались и так далее то есть там даже спорили вот он написал говорит у нас нет породы есть популяция я бы хотел просто знаете вот такого типа высказывания псевдо я умный очень много встречается к сожалению в интернет пространстве вот я могу привести в массу примеров но я хочу остановиться вот конкретно на этом когда человек сказал это популяция оказывается домашняя канарейка в россии и на постсоветском пространстве является популяцией это носу ребят я не знаю может быть я не совсем далекий человек но насколько я знаю что такое слово популяция да то есть вы можете сами посмотреть как говорят сейчас загуглить что ли наверняка там есть ответы на это популяция это бывает у видов животных в дикой природе то есть это сообщность либо птиц либо животных одного вида которые обитают на определенной территории природе не дома в природе не в клетках вот ведут общий образ жизни так грубо скажем да вот размножаются на этой территории передают свои какие-то особенности видовые особенности видовые сохраняя вот эти признаки видовые вот тем самым эта популяция может либо увеличиваться либо уменьшаться в зависимости от кормовой базы или от климатических условий и так далее вот вот это называется популяция поэтому пожалуйста если уж пытаетесь стать умным господин трушников то пожалуйста выбирайте ну чтоб ну нехорошо вот это то что касательно высказывание таки другой там я его давно знаю ну как то но мы общались вот афанасий афанасий я забыл как имя его уже который написал говорит не надо путать хозяйственно полезные признаки с селекцией или с генетикой опять нонсенс непонятно я написал я не понял вы о чем он написал мне я о селекции не понял вообще не понял может быть я настолько тупой наверное поэтому наверное не понял этого человека вот ну хозяйственные признаки это какие допустим ну в сельском хозяйстве возьмем да то есть куры к примеру возьмем куры но есть особенность да яйценовские куры они так и относятся порода яйценовских кур или порода мясных кур или мясо яичные куры то есть это хозяйственное направление птиц и выводилось это путем отбора эти породы выводились путем направленной селекции для того чтобы допустим эти куры были яйценовские то есть внесли большое количество яиц на протяжении года либо либо они имели допустим быстро быстро могли наращивать допустим мышечную массу то есть это мясные породы бройлеры к примеру да как мы знаем вот есть еще мясо яичное то есть они яйца несут и на мясо нормальная курица или петух разницы нет человек выводил этих животных именно по тем признакам именно хозяйственным признакам которые нужны да вот сегодня мы размножаем канареек обучаем их песни то есть мы хотим что первое мы хотим что птичка пела с песню стабильно с хорошей стабильностью мы хотим чтобы птичка пела многоколенную песню мы хотим чтобы птичка пела каждое колено на максимально высокий балл оценочный да то есть ну это вот три таких аспекта которые допустим мы можем говорить вот и каждый человек стремится к этому по крайней мере он хочет это ну каким путем он будет к этому подходить это его личные вопросы то есть каждый по-своему идет своим путем выбирает я не собираюсь никого учить и говорить ребята делайте так вы вот так делаете это неправильно и так далее и так далее нет каждый человек идет своим путем мы все разные но я просто к тому хочу сказать что вот довольно таки часто я встречаю очень много ляпов такого типа в интернет пространстве люди которые ну палец о палец не ударили для того чтобы что-то сделать да для этого дела то есть ну в канароводстве допустим да к примеру для русской канарейки овсяночного напела конкретно не абсолютно но зато то мы можем сказать какие-то фразы написать что-то какой-то как пожалуйста пишите ради друга я на это уже я привык к этому я не обращаю на это внимание сколько хотите пишите вы как были ноль так ноли останетесь все палочку никак не приделаешь уже возраст но ребят уже в этом возрасте не меняется это я понимаю когда лет шестнадцать пятнадцать четырнадцать человек пытается что-то хочет что-то сделать к чему-то стремится да он может измениться то есть он может уже понять что хорошо что плохо для него конкретно и как правильно дальше идти по жизни ну взрослые люди они не меняют свои привычки вот буквально вчера я увидел видеоролик снятый там этот самый Костя как его фамилия была блин он вылетел с Новгорода Великого и Валера Пчельникова значит он берет интервью у Валера Пчельникова в Орле у него дома вот такая вот беседа непринужденная вроде он задает вопросов Антонов да извиняюсь вспомнил сейчас Костя Антонов кстати Костя Антонов он врач-кардиолог и если я не ошибаюсь то по-моему либо в 16 либо в 17 году 2017 году он был удостоен звания заслуженный кардиолог России или лучший кардиолог России да вот человек который имеет высшее медицинское образование где ну знания биологии генетики ну это ну обязаловка да наверное и вот вы можете послушать этот видеоролик сами посмотреть человек даже не знает как правильно называется он он говорит близкородственные имбридинг близкородственные имбридинг то есть это один из видов имбридинга он называет отдаленный имбридинг еще он называет да да, умеренный имбридинг и близкородственный имбридинг. Что такое близкородственный имбридинг, я не знаю. И наука не знает, наука не знает. Но он, заслуженный кардиолог России, он это знает. Но вот я не знаю, что это такое близкородственный имбридинг. Ну, я понимаю, человек может, ну, оговориться один раз. Но когда на протяжении вот этого ролика он использует то же самое словосочетание, наверное, раза три или четыре. И он даже не исправился, не сказал тесный имбридинг. Близкородственный имбридинг. Близкородственное скрещивание, да, оно называется имбридинг. Вот имбридинг бывает, я как вам говорю, бывает тесный имбридинг, умеренный и отдаленный. Три вида. И я объяснял это, что, как происходит. Ну, это общепринято, это во всем мире так разговаривают люди, которые занимаются этими делами. Но здесь почему-то этот человек называет это близкородственное имбридинг. Какая-то хрень. Да ладно. Такой хрени натыкано в интернете дофига. Мне уже вот здесь сидят. Я человек... Весна пришла, я вам как-то говорил, что когда идут дожди, там делать нечего, ну не выйдешь из дома. Я сидел, записывал вот эти видосы. Сейчас у меня времени нету. Сейчас вечер, уже, наверное, часиков восемь. Ну, думаю, все-таки надо снять вот этот ролик, потому что, ну, довольно-таки часто вот такие ляпы случаются. Люди, не понимая сути дела, ляпают терминами, где-то вычитали, где-то услышали и хотят показаться умными. Ну, они не кажутся умными, они тупые. Потому что умный человек таких вещей никогда не скажет, а тем более не напишет. Может, любой человек может оговориться, и я могу оговориться, вот. Но такими вещами, это уже не оговорки, это уже норма. Вот. Поэтому вот мне звонят и говорят, а я вот посмотрел там ролик, там сказали, что вот это вот так, так, так. Я говорю, ну, ребята, ну, если вы верите этому, делайте так, как там говорят. И я считаю, что вот это вот так, так, так. И поясняю, почему. То есть, если человек умный и хочет понять истину, он сравнивает и то, и то, и приходит к тому, что действительно, действительно нормально. Вот. А что в фуфлу? Ну, таких людей мало, к сожалению. Вот. В основном люди вот такие, которые, вы знаете, вот, ну, стреляют какими-то терминами, не понимая, что они означают. Не надо их использовать. Вы видите, вот я с вами, когда общаюсь, я очень редко использую терминологию научную. Это не говорит о том, что я ее не знаю. Я могу вам прочитать. Но вы ни хрена не поймете. Потому что вот этот контент, который я создал, допустим, в интернет-пространстве на ютубе, он именно для любителей. И не обязательно имеющих какое-то там образование в части биологии, селекции, генетики и так далее. Я стараюсь эти вопросы как-то, ну, я обычно называю это по-босяцки, рассказать, чтобы было понятно всем, по-простому, насколько я могу. Вот. А некоторые, слушая, допустим, говорят, что ты за хрень несешь? Ну, вот это, вот это, вот так, вот так. Пожалуйста, помоги людям, ведь люди же спрашивают, людям же хочется знать. Но вы же ничего не делаете, вы только можете кого-то глушить, там, что-то, пакость какой-то делать. А на большее вы не способны кому-то помочь. Нет, абсолютно. То есть, я вот к чему хочу сказать, вот, не слушайте, вы можете слушать все. Я смотрю все, к примеру, да, вот показывают, что-то какие-то видеоролики, там, ну, канароводы, которых я видел в лицо, я знаю, общался с ними. Они там записывают ролики, разговаривают друг с другом, там, ну, что-то, вот. Ну, вы знаете, ну, ну, неинтересно. Не знаю почему, мне лично неинтересно. Потому что, как какая-то наигранность, понимаете, как будто вот кто-то там стоит сзади, блин, в спину тычет. Вот это букву скажи А, а здесь скажи букву О. Понимаете, ну, это видно, это смердит. Просто, ну, невозможно. Второй раз я это не послушаю. Вот, ну, сжав в тиски зубы, я смотрю до конца и слушаю. Ну, потому что, ну, надо хотя бы знать, что творится в нашем канароводческом обществе. Вот. И второй раз, например, мне не хочется прослушать этот дискусс, да? Ну, да, ребята общаются как-то, что-то записывают, видосы показывают. Вот. Многие там классы ставят, там, молодцы, там, туда-сюда. А неужели вы не видите, что они несут хрень? Человек поставил, вот, я имею в виду про видео, вот, Пчельникова и Антонова. Вот стоит, я смотрю, стоит три кенера. Может быть, многие это не заметили. Стоит три кенера. Ну, клеточки, три клеточки стоят, они поют там. Ну, типа, вот, смотрите, у меня птицы поют, вот, вроде как бы, да? И в то же самое время человек говорит, что вот эти клеточки сделал там какой-то, там, известный клеточный мастер. Они, вот, нормального размера, они хорошо помещаются в бокс, а этот бокс уже помещается в шкаф. И этот человек говорит, что он занимается селекцией. И могу понять, как? Ты что, с птицами разговариваешь? Они тебе говорят, что они передадут по наследству, а что не передадут? Что за дебилизм какой-то? Как у крытой птицы можно найти достоинства и недостатки? Их невозможно найти. Никто не сможет найти, потому что это искусственно сделанное. Вытащи с ящика, оно все рассыпется. И они это хорошо знают. Но они говорят, и люди-то слушают, что они занимаются, оказывается, селекцией. Этот человек говорит еще, что он птиц не подкупает. Он свою птицу делает. Но мне не хочется говорить имен, у кого он буквально в прошлом, позапрошлом году приобретал птицу. Понимаете? Пусть те люди, у кого он приобретал, они скажут. Потому что нельзя обманывать. Нельзя обманывать. Люди-то верят. Вот человек пошел, поставил птичку, стал чемпионом. Там, туда-сюда, все. Там. Он. Умнейший человек. Ну, ребят, ну, слушать невозможно. Эту хрень слушать невозможно. Ну, лично мне. Я не знаю, кому как. Но люди-то слушают.